МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий день работы 10-й юбилейной международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Раша Армс Экспо-2015» прошел 11 сентября на Нижне-Тагильском государственном демонстрационно-выставочном центре военной техники и вооружения. В рамках выставки представлено более 200 экспонентов, в число которых вошли крупнейшие российские разработчики и конструкторы оборонно-промышленного комплекса. Свои новинки участникам «Рая-2015» представил одно из крупнейших предприятий по производству боеприпасов и спецхимии ФКП «Тамбовский пороховой завод». Специалисты предприятия продемонстрировали целую палитру пероксилиновых порохов к патронам боевого оружия. Стенд нас посетил довольно большое количество представителей и вооруженных сил, в том числе и Российской Федерации, и представителей других государств. В основном это Индия, Таиланд, ну и другие компании, которые заинтересованы в нашей продукции. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил участникам «Рая-2015» ряд новинок. Комплексы и средства ПВО-ПРО, радиолокационную технику и системы управления. Продукция компании позволяет создавать гарантированную защиту от средств воздушно-космического нападения. На мой взгляд, самое главное, то, что мы представляем здесь натурные образцы, это наша великолепная техника. Вот сегодня у нас была делегация из Бацваны. Они видели, вначале пришли сюда, посмотрели нашу Тунгуску, Шилку, и потом посмотрели на демонстрации, что, кстати, уникально для всех выставок в мире, что мы можем не просто выставляться, но мы можем смотреть, что происходит там. Это номер один изюминка этой выставки. Особенность демонстрационного показа «Рая-2015» — комплексная презентация образцов вооружения на фоне реальной тактической обстановки. Упреждающие удары по условному противнику из разных боевых машин заставили зрителей на целый час забыть об окружающем мире и полностью погрузиться в разворачивающиеся у них перед глазами действия, состоящие из двух этапов. На первом этапе была представлена боевая операция Объединенной тактической группы по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования, в ходе которой были наглядно продемонстрированы огневые и тактические возможности вооружения и военной техники отечественных производителей. На втором этапе были показаны эксплуатационные возможности вооружения и военной техники. Некоммерческая организация «Сколково» продемонстрировала участникам «Рая-2015» средства мобилизации ресурсов России в области современных прикладных исследований. Обычно фонд создает благоприятную среду для научных разработок по пяти приоритетным направлениям – энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и IT-технологии. В регионах мало кто имел представления, чем занимается «Сколково». Сегодня мы продемонстрировали эти проекты, к ним есть интерес в регионе. Мы надеемся, что предприятия региона будут все больше и больше вовлекаться в инновационный процесс России. Впереди заключительный день работы 10-й юбилейной международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Раша Армс Экспо-2015». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова